Добрый мир 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 чай, допустим, да, если бы у него не было этих карточек, он бы просто не смог это до вас донести. Ездим постоянно на конференции международные, и они как раз вот эти разрабатывают те методики, которые позволяют этим детям жить в социуме, многим, не всем, к сожалению. Кто-то никогда не социализируется, но в любом случае, как минимум, научить общаться можно каждого. Почему он себя ведет вот так плохо? Потому что он не может донести о том, что он сейчас хочет в туалет кушать, хочет не кашу, а картошку. За границей дети рождаются, им уже практически сразу эти коммуникаторы выдают, это же на планшетах уже новые, да, у нас пока это в виде карточек, потом некоторые дети доходят до планшетов, он просто ходит с планшетом, они с такой огромной папкой, в которой куча карточек, которая весит несколько килограмм. И плюс ко всему мы же делаем сейчас, что вот второй год уже работает в Твери на базе общеобразовательной школы ресурсный класс, то есть это тоже технология международная разработанная. К сожалению, пока это один ребенок с аутизмом, но он учится в общеобразовательной школе, потому что есть определенные технологии, которые позволяют таким детям постепенно включать в образовательный процесс и получать школьное образование, быть в социуме постоянно. И как дети там начинают о нем заботиться, как они с ним взаимодействуют, как он научается, потому что если помещать в среду, где себе подобных, да, то есть он берет самое негативное, да, то есть вот эти все реакции, проявления и так далее. Если он попадает в другую среду, в развивающую, он копирует положительные моменты, смотрит, как взаимодействуют люди, как они выполняют какие-то бытовые штуки. Конечно, это совершенно другие дети в результате. И люди, которые видят, что вообще-то это аутизм, на самом деле, не так страшно, как оно кажется. Ну, наверняка приходится сталкиваться с проблемами определенными. Вот скажите, какую проблему вы бы хотели сейчас решить, ну вот в первую очередь, да, какая проблема стоит наиболее остро? То есть может быть, это нехватка мест в больницах, может быть, это нехватка или недоступность определенных видов лекарств? Вы затронули очень серьезный, очень широкий на самом деле вопрос, потому что здесь одним шагом, к сожалению, это не решить, потому что какое бы направление мы ни взяли, если мы говорим сейчас про онкологию и аутизм, там везде есть целый ряд вопросов, которые требуют системного решения. Что касается аутизма, мы совместно с нашим министерством здравоохранения, министерством социальной защиты, психоневрологическим диспансером, работаем над построением вот этой дорожной карты, да, для информирования людей, чтобы они понимали, куда им обратиться и как и где они могут получить помощь, потому что у нас есть такая позиция, что фонд не дублирует с собой государство, да, мы оказываем ту помощь, только ту, которую государство не может оказать. Соответственно, они приходят в первую очередь психоневрологический диспансер, да, и там же им врачи говорят, что вот если вам требуется, да, вот такая-то еще дополнительная помощь, они имеют возможность обратиться к нам. И что касается медицинской части, да, если говорить про онкологию, мы все сейчас ждем строительства детской областной больницы новой, потому что на сегодняшний день все дети с онкологией лечатся в Москве, потому что в Твери нет просто условий для этого. Фонд иногда воспринимается тем, что это просто собрать денег и оплатить лекарства. На самом деле проблемы так очень мало можно решить, и мы как раз вкладываемся в то, что мы работаем совместно, да, с структурами ответственными за эти направления, и выстраиваемся, именно систему помощи, разбираемся, да, где какой-то провал производится, что иногда довольно часто, на самом деле, у нас же законодательство прописано очень достаточно объемно, но иногда просто законы на местах не работают, потому что кто-то неправильно понял его, да, кто-то там по человеческим каким-то качествам не выполняет свои обязанности на местах. Я опять же не сторонник вот этого хайпа, когда все чиновники там плохие, все плохо, ничего не помогает, потому что при наличии конструктивного диалога мы с ними реально решаем эти вопросы. В принципе самое важное, чтобы это все было для людей, когда человек для человека, тогда результат совершенно другой. Наверняка в вашей истории масса случаев, когда ребенок идет на поправку, когда он, когда идет ремиссия, когда он выздоравливает, да, когда происходит полное выздоровление, это всегда радость, счастье, но можете какой-то случай, да, опять же, что вот первое вам приходит на ум, случай там чудесного выздоровления, исцеления и тот случай, который может быть вдохновить других людей? Никогда не нужно сдаваться, да, в любом случае. У нас, к счастью, таких детей много. Есть дети, которых мы потеряли, конечно же, за этот период, но выздоровевших на сегодняшний день, находящихся довольно длительной ремиссии, у нас гораздо много. И этих детей мы видим каждый год на наших играх победителей, которые мы ежегодно проводим. Это когда со всей области дети, перенесшие онкологическое заболевание, приезжают сюда в Тверь и соревнуются в спортивных состязаниях целый день. Стреляют, бегают, играют в футбол, и потом в финале они гребут на лодках драконов вместе с Игнатом Ковалевым. Вот. И такой случай, наверное, самый запоминающийся, вот для меня, который был в свое время, он случился в 2012 году, когда весь город собирал, даже не город, а область собирал для Ильи Абрамова деньги, может быть, вы помните, потому что здесь врачи сказали, что мы уже не знаем, что делать, но и родители, и окружение сказали, что мы не готовы сдаваться, и нашли варианты, что в Англии ему предложили альтернативный вариант, опять же, лечения, другой протокол, который можно было сделать только там. И когда мы объединились, и все фонды, и все люди, для того, чтобы собрать деньги для Ильи, и он там вышел в ремиссию. И сейчас это 16-летний подросток, который приходит к нам волонтером, фотографирует наши мероприятия, помогает на играх, помогает своей маме. Насколько быстро собираются средства, когда люди узнают, когда город узнает о том, что человек в беде? Ну, бывает по-разному. Зависит и от истории, от настроения людей, от сезона, я не знаю, то есть очень много факторов на самом деле, потому что бывает так, что вот, допустим, сейчас вот свежая совершенно история. У нас сейчас есть подопечный мальчик, которому еще года нету. Это не самое наше основное направление, но мы беремся иногда за такие сложные случаи, потому что просто больше никто ему на данный момент помочь не может. У него таких детей называют дети бабочки. Это когда кожа буквально любое воздействие, она не выдерживает, соответственно, должен постоянный уход получать. На сегодняшний день в рамках наших территориальных госгарантий не прописана возможность обеспечить его всем необходимым. И в месяц того, чтобы ухаживать за ним, нужно порядка 100 тысяч рублей. Ну, какая семья может себе позволить? Они живут в области, в районе нашей Тверской области. И вышел эфир на радио. Радио Вера Верхневолжья помогает нам активно в этом вопросе. И буквально за сутки мы собрали там почти 90 тысяч рублей. Причем это не только Тверь, это у них федеральный эфир, то есть это со всей страны люди готовы откликаться. Владивосток, Новосибирск, Липецк, Крым вообще не имеет значения. Люди там в 2 часа ночи переводят пожертвования. То есть ни времени, ни расстояния не существует для такого. Как можно помочь подопечным вашего фонда? Ну, можно к нам прийти, связаться с нами. Можно зайти на наш сайт. Там есть возможность сделать пожертвования. Причем есть сейчас, с прошлого года у нас есть возможность оформить ежемесячное списание, то есть небольшая сумма с карты будет списываться ежемесячно. Это позволяет нам как раз для вот таких вот срочных историй оперативно оказывать помощь детям. Потому что иногда бывают такие ситуации, когда ребенок, допустим, находится в детской областной больнице, и у него тромбоциты упали, а препарат нужен здесь и сейчас. Сейчас они закупку быстро провести нет, в запасах данного препарата нет. И нужно вот здесь и сейчас, допустим, 400 тысяч рублей. И мы можем, если у нас есть вот запас денег, тут же оказать эту помощь. А если мы будем искать эти 400 тысяч, мы просто можем не успеть это сделать. И поэтому вот такие ежемесячные списания, пожертвования в наш ход позволяют исключить такие ситуации, чтобы мы могли вовремя оказать помощь. Катерина, ну, первый вопрос. Где любите гулять? Ваше любимое место, где можно погулять в Твери? Если говорить про центры города, то я люблю больше набережную, потому что это близко к воде. Я все время горжусь нашим городом о том, что у нас здесь столько рек. И не представляю, как можно жить на территории, где нет водоемов. Для меня это какое-то такое особенное значение. Там смотреть на корабли, которые к нам на речной вокзал приходят, большие лайнеры. А так вообще я больше люблю загород, и больше мне нравится направление, вот где речка тьма, допустим. То есть вот эти леса сосновые, речка. То есть там такие есть пейзажи очень уникальные. И вообще я такой человек, который может вот просто сесть в один день и поехать, куда глаза глядят. И по Тверской области мы очень много так с детьми вместе объехали. Это на самом деле очень интересно. Ваше любимое место, ресторан, кафе, гастрономическое место в городе? Ну, я очень люблю вот все рестораны, такие вот эти, Ленинград, Старый чемодан, потому что, во-первых, владелица этого очень активно поддерживает нашу организацию, откликается на все. И вкусная еда. Какое из последних событий вы посетили в Твери? Мы были на новогоднем спектакле в театре нашего юного зрителя. «Волшебный снег». Спектакль, который впечатлил всех, независимо от возраста, на самом деле. Я люблю театр юного зрителя именно за их смелость, открытость и такие очень уникальные, на мой взгляд, постановки для взрослых, а не или для детей. Самое запоминающееся событие, связанное с Тверей. Первое, что возникло в голове, это я вспомнила подготовку к этому проходу Олимпийского огня, как красили наши дома. Как вот эта вот атмосфера в городе была, когда готовились ко встрече этого Олимпийского огня, то есть как наводили марафет просто вот буквально вот по всему пути. И опять же, такая какая-то включенность была к этому вопросу. И так все ждали этот огонь, потому что все-таки не каждый раз он к нам сюда заходит. Поэтому какое-то вот из последних ярких событий почему-то для меня оказалось вот это. Какое место вы первым делом посоветовали бы посетить человеку, туристу, который впервые приехал в Тверь? Не знаю, путевой дворец, наверное. Что, на ваш взгляд, требует первым делом изменения в нашем городе? Чтобы люди начали себя уважать и любить. Потому что тогда изменится и обстановка в городе. Потому что пока один делает, а другой тут же приходит и ломает, я боюсь, что ничего у нас не изменится. Просто я могу сказать пример. Вот сейчас в Москве в мире там это развивается, да, соседские сообщества и так далее. На примере моего дома, в котором я живу, в центре города. Это небольшой дом, это совершенно разная категория людей. Много бабушек, которые там жили испокон веку еще тоже и войну пережили в этих домах и так далее. И есть люди, которые уже вновь приехавшие сюда, да, и какие-то там, с какой-то там зарплатой более-менее приличные. И при этом, объединившись, при наличии лидера в виде старшей по дому, да, у нас совершенно комфортный, красивый двор. Потому что мы все выходим на субботник. Потому что мы все сажаем, вот конкретно я со своим ребенком выхожу, сажаю цветы. Мы за ними ухаживаем. Там также моя соседка. Сейчас у нас там в подъезде цветы появились. И двор у нас чистый, потому что мы делаем это для себя. Соответственно, там никто не мусорит, никто ничего не ломает. А все готовы вкладываться и как-то дополнять. Каждый какой-то вклад вносит. Катя, на ваш взгляд, какого, чего не хватает в нашем городе? Какого места или какого-то инфраструктурного объекта? Какого-то явления? Ну вот мы недавно с друзьями обсуждали как раз, что у нас на самом деле не хватает качественного досуга. Причем качественного досуга с детьми. Потому что я не сторонник и я не посещаю торгово-развлекательные центры и прочее. Это не то, что мне нравится. Мне нужен досуг, который несет какой-то смысл, содержание. И это, к сожалению, ну, этого очень мало в нашем городе. Точные какие-то отдельные проекты есть. Но вот так, чтобы я могла прийти с ребенком или даже прийти с ребенком в кафе. Так, чтобы мы друг другу никому не мешали. Чтобы кто-то мог поиграть, кто-то мог в это время поговорить. К сожалению, пока мы такой возможности не имеем. Там горовые зоны какие-то летят есть, но, к сожалению, все-таки пока все еще не то. Гордость Твери? Люди, наверное. Печаль Твери? Речной. Напоследок, Тверь, она какая? Пишите в трех словах. Для меня Тверь это царский город, на самом деле. Потому что он меня именно вдохновляет и радует именно своей архитектурой. Если в трех словах царское, комфортное, доброе.